Эпидемиологическая обстановка в республике спокойная и на работе церкви никак не сказывается. Богослужения проходят в штатном режиме, однако представители духовенства рекомендуют прихожанам быть осторожными. Так временно следует воздержаться от традиции прикладывания к иконам и святым мощам и ограничиться молитвой. Следят также и за чистотой помещений. Регулярно проветривают, влажную уборку проводят как минимум раз в полтора-два часа. С одной стороны мы проявляем осторожность, ну а с другой стороны мы стараемся избежать беспечности. И я так заметил, в среде православных людей каких-то особых страхов не наблюдается, хотя понимают, что это очень определенно опасный вызов, с которым мы должны все справиться. Кроме того, Саранская семинария по рекомендации учебного комитета Русской Православной Церкви, как и многие другие учебные заведения, временно перешла в режим дистанционного обучения. Освоение программ происходит в штатном режиме. За каждым сотрудником и преподавателем закреплены какие-то определенные обязанности, которые предусматриваются вот этой санэпидемиологической обстановкой. Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий также напомнил всем православным, что продолжается Великий пост и пожелал каждому провести его с пользой для тела и духа. Я хотел бы пожелать успехов в возрастании тех христианских качеств, которые именуются христианскими добродетелями, быть терпимыми друг к другу, руководствоваться правдой, доброжелательностью, ну и помнить те царицы-добродетели, веру, надежду и любовь. Священнослужители также отмечают, что в непростое время вирусной угрозы следует сохранять стойкость духа и не поддаваться панике. Усиление мер предосторожности не говорит о тревожной обстановке в республике. В истории нашей страны они не раз помогали избегать самых серьезных последствий. Елена Семенова, Андрей Просвиркин, Народные новости.